я снимаю первый раз или второй раз не помню на gopro который мне подписчик прислал фонарь у меня есть такой сейчас попробую слазить посмотреть что там меня ждет и заодно постараюсь каремат вот это туда унести вперед каремат пропускаем возможно там совсем дубак как я спали потом потащу я вообще не представляю вот так вот и как-то я лезу в общем не знаю как ой ёлки сейчас я вычухаюсь капец просто ой камни какие холодные карематик забираем я кстати тут лампочка блин выпало почти что лупа она от пауэрбанка работает я вам говорил что заказывал таких три штуки хочу сегодня попробовать здесь включить так ну что вот отсюда вылезла это одно отделение как типа комнаты какой-то там вроде как бутылки с водой умывальник есть тазик есть столик есть это в одной комнатке а вот я сейчас другую в которую изначально вы вот палате на которых мне спать пар идет здесь холодно хоть ветра нет ну так все это выглядит сейчас надо каремат тут оставить и принести все что мне здесь нужно будет сегодня чтобы потом ночью это все сюда не таскать все я полезла обратно ну что я полезла взяла воду спальник него запихала в нас носки и полный карманы тут мелочей напихала которые мне могут там понадобится все больше туда заносить ничего не буду волосы пока убрала ну зачем мне это надо сейчас все будут грязно как не за кто Я вот еще что не понимаю, зачем Орловскому вот здесь замок. Вот этот нужен. Я извиняюсь за свое выражение лица и за такую съемку кошмарную. Я вообще на себя смотреть не могу, кошмар. Тут вот такой резкий вниз спуск. Вот реально, зачем мне это надо? Вот вы же все начнете писать. Делать тебе нечего, дурная и все такое. Вот видите, руки все такие грязные. Да я сама такая же все черная. Спальник оставлю так, потому что если его вытащу, он скорее всего циреет. Там вот лампочка, вода, надувная подушка, таблетки на всякий случай, мало ли, свечка, влажные салфетки, сухие салфетки, батарейка, я потом музыку буду слушать и спички. И там еще носки теплые, не знаю, сказала нет. Надеюсь мне больше ничего не понадобится. Единственное, что мне потом еще пауэрбанку надо не забыть взять сюда. Кстати, здесь комары летают. Огромадные, надеюсь они меня не съедят ночью. Надо колошего буть. Я же брала с собой. вот так народ пока я лазила туда-сюда практически совсем стемнело я еще не костра не еды смотрите моталек летает надо рис поставить варится короче рисик варю пока рис варится я тут дровами занимаюсь вытащил этот мангал вытаскиваю Не знаю как вам, а мне с костром всегда уютней. В общем я хочу сегодня готовить роллы, которые все суши называют. У меня есть вот такие листы, вот такой специальный крем, соус есть соевый и огурцы, в общем роллы такие будут у меня вегетарианские, без рыбы, у меня роллы будут своеобразные, рис у меня тоже не такой как надо, какой был такой взяла, видите, в магазин некогда сходить, поэтому брала все что дома есть просто. Берем лист, ложку-то забыла, видите как плохо, получается как-то руками накладывать что ли, в общем накладываем рис, потом огурчик. Знаете, есть роллы такие простенькие, которые, вот я такие сделаю, вот это специально для суши, крем такой белый, он очень обалденно вкусный, но он дорогой такой. Вот как я буду сейчас его накладывать, ножом что ли придется. И теперь заворачиваем, вообще такой есть специальный коврик для заворачивания, он у меня даже есть, но я что-то его не нашла в нем. И оставляем вот такой длинный ролл, оставляем, чтобы он маленько полежал, и вот эта морская капуста немножко отсырела, пропиталась. Вы уж просите, что мне приходится пальцами тут ковыряться. Продолжение следует... Вот такие красивые роллы у меня получились. А теперь самое главное их разрезать. Я думаю, что просто нож с этим вообще легко справится. Видите, как хорошо резать? Морскую капусту очень сложно разрезать. Вот такие роллы получились. Они не идеальные, конечно, но все равно смотрите, как красиво. Я уверена, что это вкусно. Нальем соус. Без лука никуда. Жалко, имбиря нет. Даже рыбы не надо. Оно и так очень вкусно. Как хорошо, что я вот эту большую дровину принесла. Я маленькие чуть-чуть подкидываю, и она одна вот горит, горит в своем темпе. И у меня долго-долго костер так хорошо. И не надо, дров много. И тепло, кстати, идет этого костра. Отлично вообще. И вокруг, в принципе, более-менее чисто. Луна так светит вообще. И звезд много-много. Ну, как всегда, их не видно. Хочу зефирки еще пожарить с чаем. Птицы до сих пор поют, переливаются. Время где-то, наверное, уже час ночи. Это просто божественно. Ну что, народ, все. Костер я потушила, наелась, напилась. В общем, насиделась, песни напелась. Надо лезть в пещеру. Не знаю, что меня там еще ждет. Залезла в пещеру. И смотрите, кто тут есть. Ух ты, красотка. Надеюсь, ты ночью ко мне в ухо или в нос не залезешь. Ну что я вам скажу, местечко еще то. Не знаю, видно вам, что пар идет. Сырость, влажность. Но я сама этого хотела. Тут на градусник и показывает плюс 6. Плюс 6 нормально. Спальник у меня теплый. Кстати, здесь вообще никуда не дается дым. Вот он стоит весь. Идем спать. Слишком такая хорошая поставила. Она стоит где хочешь. Я ножа взяла на всякий случай. Хотя зачем в пещере нож? Пальчик мой. Дорогой. Надеюсь, ты тут сильно за ночь не отслеешь. Одули подушечку. Самое фигурное в этой ситуации это то, что здесь нельзя сходить в туалет. Это же кошмар. Вы представляете, что если мне прям сильно-сильно приспичит, не только ползком ползти туда. Надеюсь, видно пар какой сильный. Влажность такая высокая, сырость. Не оделась. Не оделась. Зубы я еще на улице почистила. Умылась на улице. Ой, хорошо. Слушайте. Сейчас я лягу. Как будет хорошо. Так, здесь у меня нож на всякий случай. Хотя, что здесь в пещере может случиться? Кроме всяких там букашек, мышей, и обычных, и летучих. И что там еще может быть? И змей. Змеи. Хотя, знаете, я не уверена, что змеи сюда полезут. Тут у меня мой котик, конечно же. Квотик. Без него я никуда. Ну все. Всем спокойной ночи. До утра. А все-таки интересно, да? Вот так вот. Иногда разнообразить такой ночевкой свои походы. Переночевать в пещере. Почему нет? Я хотела именно здесь. Вот именно. Вот в этой комнате. То есть, когда мы с Орловским списывались, он мне предлагал, чтобы я ночевала там. В той, в начальной. То есть, там вот эти навы снимать, как-то их там укладывать. Нет. Я изначально именно вот мечтала именно здесь переночевать. Я думаю, что я вторая после Орловского, кто здесь ночует. Я в этом просто сто процентов уверена. Все. Всем спокойной ночи. До утра. Доброе утро, землян. Незавидно вам нет, что? Свет борется. Что-то он мигает там. Короче, спалось не очень. Я вчера забыла сказать, что я легла в 3 часа ночи спать. Досиделась у костра, дожарилась зефирки. А проснулась в 7 утра. В 7 утра проснулась от того, что у меня сильно заложило нос. Дышать нечем. И мне почему-то как-то стало жутко. Я думаю, я сейчас задохнусь в этой пещере. И такое желание появилось. Прямо быстро-быстро оттуда вылезти на воздух, на свет. А потом я включила лампочку вот эту. Которая у меня от парбанка. Короче, свет что-то мигает. Я не знаю, что с ним. Включила лампочку и мне стало легче, но много. И даже нос отложила. Я как-то успокоилась. Извините за мигание света. Что-то там с ним не так. Успокоилась и легла дальше. Думаю, надо еще поспать. И сейчас уже 11 час, с начала 11. Мне надо быстрее собираться. Я пораньше хотела уйти. Тут света нет. Свет сюда не попадает. И непонятно сколько времени. Я продрыхла. Надо быстрее вставать и вылазить. Вытаскивать все отсюда. На свет Божий, так сказать. Холодно вообще. Кстати, ночь тут маленько замерзла. Но под утро нормальным не стало. Ну как? Сейчас вообще холодно. Вылазить неохота. Уже прям холодно. А на улице должно быть тепло. Осенью потепление должно быть. Быстрее, быстрее. Хочется вылезти на тепло. Не дубеть в этой ущере. Быстрее. Уходим. Уходим. Отсюда. Быстрее мы уходим. Я вся отекла. Блин, смотреть на себя не могу. Кошмар. Короче, все. Я минут, наверное, запятили. Ну, можно 10. Все собрала быстренько. Все скрутила. И уже в ту дыру. Вот туда. Все поскидывала. Хочу попробовать за один раз. Все карманы напихала. Всякими штучками, которые у меня здесь были. Хочу за один раз все вытащить, чтобы тысячу раз сюда не залазить, не слазить. Что-то выбеливает как-то. Во. Чтобы тысячу раз не залазить, не слазить. Все собрала, как было. Вон они мои шмоточки. Все там закинула. Сейчас поползу. Я вот все туда оставила. Сейчас фонарь еще заберу. Все. Пока, пещера. Спасибо за приют. Я вижу выход. Свет. Как там хорошо. Я скоро выползу. Я вылезла. Как клево здесь. Вот реально жарко. Там холодно. Тут жарко. Лето. Вся учухалась. Вообще кошмар. Вы подумайте, что я больная там дурочка. Зачем я это делаю? А вы не понимаете, что это нужно делать. Вот, когда чувствуется жизнь. Такая радость. Вылазишь из сырой, холодной, темной пещеры. Из мглы. Свет. Свет. Тепло. Лето. Жара. Птички поют. Знаете, какой контраст? Да, Игорь, здесь у вас явно никто не захочет ночевать в вашей избе. Даже хорошо, что так, да? Все, сейчас надо рюкзак собирать. А, надо еще покушать же. В общем, не знаю, надо покушать и рюкзак собрать и быстро дуть отсюда. Дела у меня. Я уже почти собрала. Завтрака не стало, только яблоко съела, воды попила. Еще надо умыться. Я еще до сих пор не умыла, все собирала. Тут записи немало у него поставляют. Моя запись уже будет третий раз здесь. Так, надо, кстати, градусы посмотреть. Там-то было 5, по-моему. Ничего себе контраст. В дальнем помещении 5 градусов. Здесь 19, а там 27. Причем градусник не на солнце висит. Причем. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...